Все возрасты покорны макияжу и даже солидная цифра в паспорте вовсе не повод от него отказываться, главное знать правила игры. Во-первых, очень важно сделать скрабирование, это уменьшит ваши морщины потенциальные. Во-вторых, можно использовать увлажняющий крем. И если есть огромное звание, отдельные базы, но для личного пользования я считаю, что хорошего дневного крема будет достаточно. Потом ждем 10 минут и наносим тональный. Тональный должен быть или с пометкой лифтинг, или просто в тональном должен быть мелкий помол пигментов. А еще легкие светоотражающие компоненты. Такие увлажняющие текстуры освежат кожу и не выдадут морщины, в отличие от пудры. Матовый финиш лишь добавит возраста. Да и вообще главное правило лифтинг макияжа гласит – никакого слоеного пирога из косметики на лице. Особенно уделите внимание бровям, так как это ярлык возраста. В юности наши брови максимально широкие и темные, а с возрастом они становятся более серыми и редкими. Поэтому, если вы нарисуете себе хорошие брови, то вы сразу же помолодеете на 5-10, а может быть и на все 20 лет. Если у вас еще есть свои брови, то можно воспользоваться тенями для бровей. Но если у вас есть большие участки без бровинок, то лучше всего подходят гелевые текстуры. Лифтинг макияж не прощает ошибок. Сводим к минимуму количество темных оттенков. Они дополнительно выделяют рельефные участки на лице, а это нам совсем не нужно. Отказываемся от обильного скульптурирования в пользу светлой палитры. Обязательно используем румяна. Самая главная опасность лифтинг макияжа – это кисетные морщины. Так как в течение дня помада очень часто по ним поднимается, поэтому можно использовать для важных случаев стойкие профессиональные помады, которые позволят вам сделать более графичный контур губ. Какие оттенки помад лучше избегать? Это с добавлением какого-либо серого или синего оттенка. То есть ярко-лиловые оттенки, какие-то туаповые модные сейчас цвета. От серо-коричневых оттенков ради молодости отказаться можно. Визажисты вообще советуют пересматривать свою схему макияжа каждые 5-10 лет. Ведь возраст, как бы нам этого не хотелось, все-таки вносит свои коррективы. В том числе и в косметичку.